Великий музей мир Бернардо Стротси Аллегория бренности или Старая кокетка Написана после 1630 года Холст Пасла 135 на 109 В картине Бернардо Стротси Старая кокетка Выражена одна из наиболее распространенных в искусстве барокко-аллегории Ванитас Суета-суета А вместе с ней возникает тема беспощадности, времени и смерти Старуха в роскошном белом атласном платье За глубоким вырезом, сидящей перед зеркалом Изображена жестокой правдивостью Время не пощадило ее былой красоты Дряблая кожа, узловатые пальцы рук Две служанки насмешливо помогают завершить ритуал одевания перед балом Однако отражение в зеркале заставляет усомниться в простоте сюжета За зеркале возникает образ, исполненный мудрости и значительности Облик героини обретает странную притягательность и загадочность Как будто внутренняя красота человека побеждает неумолимое время В сложности личности главной героини противопоставлены безликость и духовная пустота юных служанок В этом роковом сопоставлении старость с ее трагизмом и мужественным осознанием Близящегося конца воспринимается художником по-человечески более значительно Контраст старости и молодости в их роковой взаимосвязи не исчерпывает аллегории В картине она усложняется Роза – традиционный барокко-символ страстной любви Флер-де-Раж – цветы невесты Бархатицы – кладбищенские цветы Жемчуг имеет двоякое толкование По античной традиции он является камнем Афродиты Богиня любви и красоты В христианстве олицетворяет духовное прозрение Обращаясь к аллегории, стротцы воспевают красоту страдания И приоткрывает завесу над мироощущением человека эпохи барокко С его трагизмом и мрачно-ироническим контрастом иллюзии И беспощадной реальности жизни Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» К работе Бернарда Стротци «Аллегория бренности» или «Старая кокетка» Написано после 1630 года Пока-пока, до свидания, смотрим работу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok